МОГИЛЁВЕ Международный день театра «Кукол» отмечают 21 марта. 27 марта – Всемирный день театра. Между праздниками – 7 дней. И настоящий театральный марафон в Могилёве. В этом году на дистанцию у театральной публики 23 постановки из 10 стран мира. За 13 лет на фестивале показали более 200 постановок. Увидели их 40 тысяч человек. Театр без границ. В афише фестиваля нет комедий каких-то, да, антрепризных, лёгких, бульварных. Ну, то, что там антрепризного плана. Это очень серьёзная литература. Это какой-то достаточно непростой театральный язык. Разные постановки. Но в целом эта программа соответствует серьёзному художественному уровню. В этом году открывал «Март Контакт» спектакль «Копродукция». Белорусско-украинский проект «Эх, это мы», в котором текст и актёры свои, а режиссёр приглашённый. Решили проверить, волнуются ли перед выходом на сцену актёры и заглянули в гримёрку. Специально на «Март Контакт» приехали гости из Белорусского Полесья, судя по всему. Живёт в Белорусском Полесье, чудесница леса, Олеса. А я что вы хотели спросить? Какой вопрос? Какой у вас вопрос? Вы первый спектакль на фестивале. Как вообще ощущения? Волнительно. Это мы. Класс. Это мы открытие. Мы чувствуем, что как мы начнём, так вот он и закончится. Судовно, что на белорусской мове. Да, это вельми приемно. Символично. Конструктивного разговора о костюмах и зерней роли, увы, не получилось. Зато открыли закулисные секреты перевоплощений. Мы взяли нашу одежду, в которой мы ходим каждый день. Повседневная наша одежда. Где-то вот праздничная. А вот... Зачем? Не открывай всех вариантов. Мне кажется, это завтрашний спектакль «Поливание на себе». А это правда. Это из «Поливания». Потом просто специальный... Пиджак меняется. Ой, это шапочка настоящая. А что такое не носил? Там 50-х, 60-х, не знаю. Бабушка моей женки носила. Цыбулю хранила. А зараз мы. Андрей! Голя! Горя, насоснова! Постановка о нас, о белорусах. Гэта мы, а не кто с тяньше. Здравствуйте. Привет, мам. Жодина! Бабская Мария! Гэта мы. Зараз пойдем. Сердце колотится. Ну, мне. Вока дрыгаешь. Вока уже так, нервный тык некий. Пот иди. Все, все, значит, я готов. Треба працаваться. С Богом! Ура! Среди зрителей фестиваля «Арт и шок» заметил министр культуры Юрия Бондаря. Нас радует то, что приходят молодые драматурги. На это, собственно, был направлен конкурс, который проводило Министерство культуры среди молодых драматургов по выбору лучших пьес, которые могут быть поставлены в белорусских театрах. И вообще, сегодняшний театральный форум, чем он уникален и ценен для нас? Это именно тем, что это площадка для самореализации тех молодежных инициатив, которые рождаются в театральной среде. Все то, что сегодня является инновационным по духу, через 20 лет станет традицией, станет историей развития белорусского театрального искусства. В прошлом году почти на 60 тысяч человек больше посетило белорусские театры и те спектакли, которые там состоялись. И это, безусловно, нас радует. Это свидетельствует о том, что интерес зрителей к театральному искусству возрастает. А тематика театральных постановок становится актуальной для нашего зрителя. Молодой, но уже известный режиссер, заслуженный артист Украины Стас Жирков стал хедлайнером «Март-Контакта-2019». В программе сразу три его спектакля. «Гэта мы» сделали совместно с белорусскими актерами в рамках Международной театральной академии в Мюнхене. Полевальня на себе. Спектакль создан на сцене Республиканского театра белорусской драматургии. А Вану Аяху любила, Одесского музыкально-драматического театра, поставил по пьесе с училища белорусского драматурга Андрея Иванова. Нас почти каждый год приглашают. А в этом году, ну, может, так совпало, так сложилось. Я ничего специально для этого не делал. Но я люблю эти спектакли все. Все три. Они в любви были сделаны. Поэтому это, наверное, для меня главное. Если бы не «МартКонтакт», возможно, такой творческой белорусско-украинской коопродукции и не было бы. Делай только, только Дашу. Аргумент о пользе театральных фестивалей. Хорошо. Именно в таком обмене, именно в таком каком-то совместной работе ты находишь что-то новое для себя. Ну, знакомства, какие-то связи, чему-то новому учишься. Такое же не бывает, что ты сказал, все, ну, фу, я теперь все умею, классно, да. Ну, то есть, ты выходит премьера, как бы, что-то тебя кто-то похвалил, и ты нас же думаешь, блин, а что же делать дальше? Вот в этом, наверное, и суть театра. Это бесконечное самоедство такое, бесконечное движение. Его белорусские спектакли можно увидеть на столичных сценах. Просто великолепный прогон, ребята, вы реально лучшие. Просто, реально крутые. Поехали! Спасибо, пожалуйста, пожалуйста, ребята, просто реально крутые, ребята. Зачем играть в спектакле, ребята? Поедем, поедем. Я покажу, что же. В афишу фестиваля «Март Контакт» случайные спектакли не попадают. Внимательный театральный мониторинг и тщательный отбор. Неважно, за 200, за 300 или за 1000 километров находится театр от Могилева. Если где-то происходит интересное театральное событие, поверьте, мы в течение очень короткого времени сразу об этом знаем. Если это наш формат, если это наша история, тогда мы уже начинаем что-то смотреть. Классика и современность – плоган фестиваля. Пропорции всегда соблюдают. И «Вишневый сад с тортюхом», и «Новая драма». Здесь половина драматургии современной, причем принципиальной драматургии, которую мне обязательно хотелось бы показать. Мне обязательно хотелось бы в этом году показать спектакли по пьесе Данилова, потому что это, наверное, такое явление самое мощное в драматургии на последних годах-два российской. Мне очень хотелось бы показать спектакли по пьесе Андрея Иванова, нашего белорусского автора. Но «Март.Контакт» – это не только спектакли на театральных подмостках. Школа молодой режиссуры, встречи, обсуждения, ларпы, мастер-классы, лекции. Есть еще и различные выставки каждый год, и молодых художников, и молодых фотографов, и молодые журналисты. И все это правильно, и все это так и должно быть. Потому что вообще театр и театральный фестиваль должен быть центром притяжения различных молодых творческих сил. Это тоже одна из задач форума. Если это происходит, это притяжение, если сюда тянутся и художники, и музыканты, значит, это прекрасно. Также на молодежном фестивале был замечен «Шекспир». «Двенадцатая ночь» – еще одна копродукция. На этот раз белорусского режиссера Михаила Лошицкого с грузинским Телавским драматическим театром. На этом этапе у нас два или три классических произведения. Вот сейчас Михаил Лошицкий добавил Шекспира. Только Шекспира не в таком классическом разрезе, как обычно ставят Шекспира. Он разрушил все, не разрушая, конечно, текстуальное миро произведение. Но форму он придумал оригинальную, в стиле комедии «Дель арте». Нашел какой-то свой ключ. Я думаю, оригинальный по-своему. И получился очень удивительный спектакль. Шекспир на грузинском. И самое удивительное – все понятно. Язык, естественно, важен, очень важен. Но много сейчас всего такого, что можно смотреть классику особенно, зная текст, зная пьесу. Немножко неподготовленному зрителю, который не знает ни Шекспира, ни языка, ничего понятного не будет. Ну, нужна будет аннотация, перевод какой-то. А здесь, если человек знаком с Шекспиром, знает пьесу, смотреть будет удовольствием. От классики к современному. Это шо? Нам казалось, в Могилеве все с гитарой выходят. Ладно, малышка, для тебя. Центр современного искусства «ДАГ» и театр «Прайля» на сцене «Марконтакта» показали социальный рейв-бэнд. Это музычно-театральный перформанс. Там есть музыческие композиции, мы все играем на разных инструментах. Виолончель, контрабас, аккордеон, барабаны, саксофон и мелодика. И много разных штук еще музыческих. И играем еще как актеры. Про что это? Ну, это про нас, про нашу буденність, про условия, в которых мы живем. Что мы принимаем, не принимаем, какие мы питания ставим в себе, как современное поколение. И куда мы хотим, в принципе, рухаться. Это просто наши истории. И мы сами писали эти песни. И брали деякие творы поэзии украинских посеменников. И только украинских. И световых, конечно. ЦШО даже приняли участие в украинском национальном отборе на Евровидении. А при чем здесь театр? Это же музыкальный концерт. А как же куклы на сцене? И философско-социальный подтекст. Это же музыкальный концерт. Потому что в наших выступах мы, власне, только делаем, что задаем вопросы и в первую очередь с собой. А ответ на них, мабуть, нужно прожить жизнь, чтобы ответить точно. Музыкальные высказывания об идентичности, рутине, взаимоотношениях, о жизни и о войне. Общие темы стирают границы. Людина остается человеком, будь то, чтобы она не жила. И человеческие вопросы, они стоят перед каждым из нас. Мы берем их за руку в стопах и делаем, типа, разряд. Чтобы передать энергию и тем самым злитися в одну энергию и быть одним, единым. Документальный театр, основанный на подлинных текстах, интервью и на судьбах реальных людей. Жанр на стыке искусства и злободневного социального анализа. Для московского театра ДОК этот год был очень тяжелым. Внезапная смерть обоих создателей театра, супругов Елены Греминой и Михаила Угарова. Для меня лично он никуда не ушел, он остается со мной. Я продолжаю с ним какие-то вещи внутренние обсуждать. И я понимаю, что сейчас та школа, тот опыт, то наследство, которое он оставил в виде знаний, в виде какой-то лабораторной работы, в виде своего личного опыта, которым он мог делиться. Это сейчас переходит и в мою работу. К театру было особое внимание театрального сообщества. Выстоял и продолжает работу. Участие в «Мартконтакте» театра ДОК – особый подарок для белорусской публики. В Могилев специально на постановку «Человек из Подольска» приехали зрители из разных городов Беларуси. Изначально-то была идея сделать зрительский спектакль для театра ДОК. Потому что на тот момент в театре было много документальных каких-то вещей, социальных вещей. Вот именно зрительских спектаклей было мало. А я больше, наверное, отвечаю за именно зрительские спектакли в театре. Потому что вот мой спектакль «Кастинг», который я сделал когда-то, 8 лет назад. Это зрительский спектакль, который мы, кстати, экранизировали. Который, кстати, вы можете посмотреть на канале в Ютубе. Игорь Стам. Вы можете посмотреть фильм «Кастинг». Пользуясь случаем, я тоже дам такую маленькую рекламу. Потому что, кстати, это спектакль, который также принадлежит театру ДОК. И это экранизация, именно экранизация спектакля. То есть мы перевели... Тогда раздевайся. Это не просто телеспектакль, а именно мы перевели спектакль в кино. То есть в кино вошли все те актеры, которые играли этот спектакль порядка 8 лет в театре, они вошли в картину. Вот такие сейчас нужны. Он нам нужен. Театр создает спектакли на основе реальных встреч с людьми на очень важной темы. Используются свидетельства, техника вербатим, глубокая импровизация, театральные игры и тренинги. Но человек из Подольска – скорее исключение. Именно в театре ДОК впервые поставили эту пьесу, и именно эта версия стала эталоном. Мы это сделали по-своему. Мы это сделали по-доковски. У нас нет декорации, как обычно. У нас нет костюмов. У нас есть две табуретки, над ними висит две лампочки, проектор. И актеры. То есть основная ставка в этом спектакле сделана именно на актерское существование. То есть на вот этот процесс взаимодействия между актерами. Документальный, то есть условно, театр, в котором не играют. Хотя я понимаю, что это сложно. Все равно в этом есть какая-то доля, может быть, обмана, да, что мы выходим на сцену, мы все равно играем. Но мы делаем все возможное, чтобы понятие театра перевести в понятие антитеатра. Санкт-Петербургский театр-мастерская в Могилеве уже не в первый раз. Его основатель и руководитель Григорий Козлов – театральный режиссер и педагог. Провел мастер-класс для актеров, а потом показал и мастер-класс для зрителей. Театр времен Мольера – современные аранжировки. Конечно, классика, еще раз повторяюсь, это классика. И, наверное, есть современные пьесы, которые близки. Но притягательно, что ли, хочется еще раз окунуться в эту историю. И она звучит, правда, совершенно, мне кажется, сегодняшней. Разными артистами в этой роли было многое-многое-многое открыто. Но, тем не менее, мне кажется, мы нашли какой-то свой взгляд и какую-то свою глубину. И, ну, какую-то свою историю. Мы искали этого тортюфа, известных нам людей в окружении, во всех сферах нашей жизни. И мы находили. Особая заслуга форума «Март-контакт» в том, что на театральных сценах Могилева можно увидеть такие знаковые постановки, на которые обычно билет не достать. Всегда аншлаг. Сейчас хорошо зрителю, вот так я считаю, на фестивале. Он может увидеть некую такую, как бы, картину, общую, объемную, на много разных городов, там, и стран, что происходит, какая ситуация в театре. Потому что наверняка театры стараются привести что-то самое интересное, что они имеют вот сейчас, да, там, или новое. Я вообще обожаю фестивали как таковые. И у нас, как бы, в Питере, и если мы оказываемся в других местах, то есть очень люблю. Потому что это такой обмен крови. Это то, что делает театр живым. Если театр имеет возможность куда-то уехать и послушать другой зрительный зал, других зрителей, это очень здорово. Могилевской публике остается только позавидовать спектакли «Бомбы». Три телефорума единогласно проголосовали за постановку «Голый король». Далговпилского театра – акцент на пластику и хореографию, а в основе взрослого спектакля – детские сказки. Сказки Андерсона были обработаны и соединены в одну пьесу Евгением Шварцем в советское время. Но сказки все те же и фабула те же. Однако пьеса Шварца была запрещена цензурой советской в то время, потому что понятно совершенно, какие аллюзии возникали при подочтении этой пьесы. Сказка Андерсона, ну, как будто детская. И, наверное, в этом власть не видит такой опасности. Но когда это перекладывается для сцены для взрослых, то все приобретает другое значение. В основе нашего спектакля именно обработанные Шварцем сказки. И добавлено к пьесе Шварца нами произвольно сказка Вильгельма Гауфа «Обезьяна в облике человека». Очень смелый и злободневный. Красочный, с обилием обнаженного тела. Его жанр обозначен как эпатажные сюжеты из жизни одного государства. Больные темы современного общества. Спектакль от кутюр. Люди, гонимые обществом потребления, подчиняются слепок, конечно же, как это всегда и было, тенденциям моды, направлением всяким мейнстримом и в искусстве в том числе. Поэтому вот это визуальное, что-то дизайнерское, что-то оригинальное, хотя это далеко не всегда оригинальное, хорошо проработанное и прагматичное, это все сейчас играет огромную роль в тех процессах, которые происходят во всем цивилизованном мире. И поэтому мы решили, что наш спектакль должен обязательно тоже об этом прокричать. Костюм имеет здесь огромное значение в этом смысле, но при этом мы еще пошли по пути эстетики черно-белой. И сидим мы на части декорации нашей, это шахматное поле, и это следующее. Это не имеет отношения к моде, но это имеет отношение к той загадке, которую мы не пытаемся разгадать, но пытаемся о ней напомнить. А загадка эта звучит так. Знаете ли вы, кто гроссмейстер? По нашему мнению, это не те лица, которые светятся на экранах телевизоров и вещают от имени своих стран. Все намного сложнее. Но эту загадку, мы не знаем ответа и не знаем разгадки, но хотим об этом напомнить. О всех открытиях фестиваля рассказать невозможно, даже в расширенном формате арты шока. Белорусские постановки по соседству с мировыми спектаклями не проигрывают, а способны конкурировать и побеждать. Спектакль Могилевского областного театра «Кукол» «Хандит или оптимизм» в постановке Игоря Казакова по версии экспертов и критиков победил в номинации «События форума». Корабль под парусами! Вперед! Плывем! «Мартконтакт» — праздник театрального искусства. Его участники — профессионалы. Живут сценой и дышат ее воздухом. А страны, театры, звания, титулы и премии значения не имеют. Все они создают магию театра. Театр очень разный. Театр, на мой взгляд, каким бы он ни был, это всегда современно, потому что только при том условии, что этот театр кому-то нужен. Если публика приходит смотреть на спектакли, это значит, что этот театр современный. Потому что это не музей. И на сцене живые люди. Мы не становимся другими. Мы привозим то, что мы имеем. И показываем то, что мы имеем. Другой вопрос, что все равно аудитория может быть разной по своей энергетике, по своему составу. Я бы выделил самую главную черту современного театра. Если о ней думать, о ней знать, тогда, мне кажется, получается не только современное звучание, но и современная форма. Это слово «честность». Театр должен быть честным не в том смысле, что он рассказывает честно о чем-то. Об этом театр всегда честно рассказывал. Вопрос о способе существования на сцене. Что я должен делать? А ты можешь сказать нам что-нибудь искренне? Я бы хотел пройти ваш кастинг. Когда зрители собираются в одну единую какую-то целую субстанцию, энергетическую, то он формируется здесь и сейчас. И это не зависит от места действия. Это зависит только от конкретного, сиюминутного процесса, который происходит именно сейчас. У меня болит то, что ничего не болит. У меня. И без этого так сердце скрипит. Ей-богу. У меня болит то, что ничего не болит. У меня ценность в том, что мы разные в какой-то смысле. Потому что наша культура – это все-таки мы. Это и наша мова, и наши взгляды, и наш генезис, как мы формировались. Поэтому это не такие кордоны, которые ставят для того, чтобы не видеть одного одного. Это кордоны, которые делают тебя интереснее для познания. И мне кажется, это очень важная такая грань. Мне очень радостно, что такие фестивали вообще есть. И это очень приятно. И я рад за город Могилев, потому что, когда увидел количество флагов, количество участников и представленных разных городов и стран, это очень здорово. И замечательная публика, замечательно принимают. И это очень хороший фестиваль. То есть я на данный момент могу сказать, что это очень здорово, что это есть. Что это происходит, что люди могут смотреть друг друга, что люди делятся, что это молодежные. Что очень много разных молодежных, молодых театров. Разных. Обманчивая простота. Сыграть 140 танцев и спеть только одну песенку может этот медный музыкант. Если раньше люди, приходившие в театр, действительно хотели наслаждаться тем, как профессионалы играют роли, то сейчас в нашей жизни роли играют все. Все абсолютно. Все научились этому искусству игры. Все врут. И как очно, так и в виртуальном пространстве, украшая свои фотографии, прихорашивая себя, фото, придумывая что-то. Все вранье. Поэтому теперь театр должен дать другую альтернативу. Он должен дать возможность поговорить честно и увидеть честного, правдивого человека, который умеет, а это сложно, говорить честно от себя, не одевая масок. Форум дает возможность соприкосновения разным театрам, разным культурам, разным взглядам на творчество. И это открытый диалог. Все для того, чтобы достучаться до зрителя и создать единое творческое пространство. Редактор субтитров А.Семкин